Мы делаем его сами, собственно, с помощью бота API, которую телеграмм предоставляет библиотеке, телепот питоновской и, собственно, самого питона. Почему так сложно, почему не воспользовались, а вообще вам, программистам, да, для вас как раз проще написать, чем воспользоваться, диалог флотом каким-нибудь. Ну, возможно, просто когда ты начинаешь делать что-то чужими высокоуровневыми средствами, то запросто ты уприваешься в какой-то момент в ту ситуацию, что тебе уже хочется чего-то другого, а это другое уже невозможно, и то, что ты делал, оно тоже пропадет. Я думаю, что там практически верно, что в данном случае была оборвана такая ситуация, потому что у него там, ну, всякие какие-то есть нестандартные возможности. Мы бы его хотели развивать в дальнейшем. Самим сделать, ну, да, то есть полностью с нуля сделать бот без платформ только программистам или нет? Или там все-таки не очень сложно? Ну, сейчас питон осваивают довольно много людей, есть масса курсов, есть всякие возможности в интернете что-то изучить, и уровень вхождения туда довольно низкий, как мне кажется. Очень здорово, что там есть система программирования прямо в браузере, то есть питон серверный язык, и по идее исполняется он на сервере, и, соответственно, ну, ты должен запускать тот код, который на сервере. Ну, вот, например, такая штука, как Юпитер, она предоставляет возможность тебе что-нибудь попрограммировать в браузере, у тебя исполнится это при этом на сервере, а ты про это даже, в общем, собственно, не будешь особо задумываться. Это такой вид блокнотного программирования, когда у тебя код исполняется по кусочкам. Это тоже облегчает вхождение, ты всегда можешь что-то попробовать подкрутить, а потом уже перенести на какой-то более серьезный вид.